Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я прочитаю для вас книгу Елены Данько «Побеждённый Карабас», изданную в 1941 году незадолго до начала Великой Отечественной войны. Итак, глава первая о том, как чёрный пудель покупал бутерброды. Жил-был на свете старый шарманщик, звали его Карла. Жил он один-одинёшник, и не с кем ему было словом перемолвиться. Вот вырезал он себе из полена деревянного мальчика, и назвал его своим сыночком Буратино. Буратино бегал, прыгал, баловался, как настоящий мальчишка. Стал у шарманщика с тех пор, хлопот полон рот. Но старик не жаловался, уж очень он полюбил своего сыночка. В том же городе жил богатый-прибогатый сеньор Карабас-Барабас, огромная борода, хозяин кукольного театра. Он был злой и страшный. Он хлистал своих кукол плёткой и грозил оторвать им головы. Это было в Тарабарской стране, где богачи делают всё, что не вздумается, и никто им не смеет перечить. Бедные куклы терпеть не могли своего хозяина, и вот лучшие актёры убежали из его театра. Сначала убежала девочка Мальвина с пуделем Артемоном, а потом убежал мальчик Пьерон. Карабас погнался за ними, пустив по следу свирепых бульдогов. Но старый шарманчик Карла приютил беглецов в своей коморке, а его сынок веселый Буратино открыл золотым ключиком потайную дверцу и увёл кукол от преследователей. За дверцей оказался чудесный маленький театр. Куклы стали представлять в нём забавные комедии и волшебные сказки, и зажили с тех пор весело и счастливо у старого Карла. А Карабас остался без актёров. Пришлось ему закрыть свой театр. Он взлился, рвал свою длинную бороду и ревел от злости. Об этом, обо всём, рассказано в книжке Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино» или «Золотой ключик». И все читатели думают, что на том дело и кончилось. Я тоже думал, что ничего больше не приключилось с Карла и с его приёмными детьми, но нечаянно я узнал продолжение сказки. Вот как это было. Я живу в Ленинграде и часто хожу в наш кукольный театр. Как-то раз на каникулах я забрался туда рано-ранёшенько, чуть ли не за два часа до представления. Пришел и сам не обрадовался. В театре было пусто, темно и холодно. Окошечко в кассе было похоже на закрытый глаз. Старуха-уборщица выгребала в коридоре вчерашний ссор. Увидев меня, она принялась ворчать. «Куда это меня принесло в такую рай? Неужто мне дома не сидится?» Я ответил, что боялся опоздать на представление. «Ну, ступай, посиди в буфете. Нечего тут слоняться, ссор ногами разносить!» Сказала она и стукнула метлой о железный совок. Я пошел в буфет и уселся в уголке. Сонная буфетчица за прилавком вытирала стаканы. Против меня в стене была маленькая дверца с большой надписью. «Посторонним вход воспрещается!» Я прочел эту надпись слева направо и справа налево, и мне стало очень скучно. «Когда же начнется представление?» Вдруг дверца отворилась, и вошел черный пудель. Гордо выпрямив шею, он нес в зубах корзинку для провизии. Он подошел к прилавку, встал на задние лапы, принюхиваясь и приглядываясь к закускам, разложенным под стеклом. Потом он поднял морду, негромко пролаял. «Гав-гав!» Я думал, буфетчица рассердится и прогонит собаку. Мне захотелось подманить пуделя к себе, и я уже нащупал в кармане печенье, оставшееся у меня от завтрака. Но буфетчица ничуть не рассердилась, она словно проснулась, схватила свою серебряную лопаточку и сказала «Я к вашим услугам». Тогда пудель протянул стриженую лапу мохнатой манжетки и указал на бутерброды. «Вам с колбасой?» «И с ветчиной?» «И с салом?» «И с сыром?» спрашивал буфетчица, выкладывая бутерброды на круглое блюдо. А пудель радостно помахивал хвостом, облизывался и указывал весеновые закуски. Скоро на блюде выросла целая гора. Здесь были и бутерброды, и пирожки, и сосиски, и рябчики, и свиные котлетки с косточкой, даже целое колечко колбасы. Пудель пошарил мордой в корзине, вынул кошелек с деньгами и подал его буфетчице. Никогда я еще не видывал такой собаки. Тут к прилавку подошел высокий старик в бархатной куртке. Я и не заметил, откуда он взялся. Он поглядел на полное блюдо и с укором покачал головой. «Эдакий ты жадный, Эртемон! Настоящий обжора!» Пудель живо убрал лапы с прилавка и сделал вид, будто он здесь ни при чем. А старик сказал, «Ну, сдел бы ты себе парочку бутербродов, рябчика, котлетку на ужин, и хватит! А куда ты денешь теперь всю эту кучу? В землю зароешь, что ли?» «Эх, брат, мы не в Тарабарской стране. Нам не приходится еду на черный день копить!» Пудель понурил морду и виновата поджал хвост. А старик продолжал, «И не думай, пожалуйста, что куклы помогут тебе съесть все это. Они тебя зачем послали? За фруктами!» «А ты чего накупил, чудак? Собачий вкус, конечно, дело почтенное, Но люди любят не только то, что кушают собаки, а у кукол и вовсе особые нравы. Запомни это, мой друг!» Тот Пудель уронил голову на лапы и жалобно завыл. «Ну-ну, ладно, возьмем все туснить, если тебе хочется!» Утишил его старик. «А уж я зато куплю детям самых лучших мандаринов, самых румяных яблок и самого сладкого винограда!» «Да у вас сегодня я вижу пир горой!» Пошутила буфетчица, отпуская ему красивые спелые плоды. «А то как же, ведь сегодня ровно год, как я приехал в Ленинград! Вот мы и празднуем этот день!» «Ну, поздравляю вас, Папа Карло!» Сказала буфетчица. Тут я вскочил на ноги, бросился к старику. «Я все понял!» «Папа Карло, вы тот самый Папа Карло!» «А это тот самый Пудель Артемон!» «Это про вас написано в книжке «Приключения Буратино» или «Золотой ключик!»» Старик усмехнулся и кивнул головой. Пудель взглянул на меня и слегка завлял хвостом. Я не помнил себя от радости и кричал. «А я читатель этой книжки!» «Я прочел ее пять раз с начала и пять с конца, три раза вдоль и два поперек!» «Я все про вас знаю! Скажите мне скорее, где теперь Буратино, где Мальвина и Пьеро?» «Живы ли они, здоровы ли? И что они поделывают?» «А вот пойдемте с нами и сами увидите!» Ответил Карло. Он уложил покупки в корзину и повел меня к маленькой дверце с большой надписью. «Посторонним вход воспрещается!» Пудель поплелся за нами следом. Едва я переступил порог, как стал понимать собачий язык. Я слышал, как Пудель ворчал себе под нос. «К чему это кормить детей мандаринами, яблоками, виноградом? И кисло, и сладко, и оскомина на зубах! Тьфу, подумать противно! То ли дело свиная котлетка с косточкой!» «Цыц!» — сказал Карло. «У всякого свой вкус!» И Пудель замолчал. Конец первой главы. А в следующий раз вы узнаете о том, как читатель превратился в писателя. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!